масса на скорость центра инерции в квадрате пополам плюс энергия генетическая относительно центра инерции но относительно центра инерции это будет И на Афи с точкой в квадрате пополам ну и есть потенциальные энергии от Икс Фи ну от Фи она не зависит, колесо симметричное а по отношению к Иксу с учетом того, что я Икс направил вниз на рисунке то получается минус МЖХ на синус альфа согласны? Икс на синус альфа это на сколько колесо опустил поскольку 8 вниз, то с минусом ну и соответственно берем функцию Лагранжа от Икс, Икс точкой от Фи, Ис точкой в виде Е кинетическое минус потенциальное то есть МХ с точкой в квадрате пополам на плюс И, Ис точкой в квадрате пополам плюс МЖХ на синус альфа вот наша функция Лагранжа соответственно действия у действия аргументы Х от Т и Фи от Т обе обобщенные координаты как функция от времени две степени свободы тут два аргумента то есть это ну интеграл от Т0 до Т1 и под интеграл стоит наш функция Лагранжа вот это ну и варьируем наши действия Дельта С равно интеграл от Т0 до Т1 когда варьируем то вот у нас варьировать надо и по Иксу и по Фи соответственно на первом этапе когда мы при фиксировании фиксированный момент времени смотрим как меняется интеграл то вот от этой скобки от функции Лагранжа берем дифференциал вот по всем четырем переменам но только называем этот дифференциал вариацией и пишем не букву Д а букву Дельта то есть получаем МХ с точкой на Дельта Х с точкой плюс И Фи с точкой на Дельта Фи с точкой плюс Н Ж на синус Альфа на Дельта Х так копку закрываем под это на всякий случай вот это импульс обобщенный по Иксу вот это обобщенный импульс по углу вот это обобщенная сила по Иксу по углу обобщенной силы нет угол это как называют циклическая координата то что видите на самом деле не зависит функция Лагранжа от угла Фи и в силу этого обобщенный импульс по Фи сохраняется ну мы сейчас это увидим так ну значит первые два слагаемые по частям с вашего позволения я не буду выписывать граничные члены вы уже в прошлый раз убедились что у нас такие граничные условия что они равны 0 поэтому у нас просто точка переезжает с одного множителя на другой и с учетом того что М константа и константа у нас получается интеграл от Т0 до Т1 давайте напишу так минус М Икс с двумя точками плюс М Ж на синус А на дельта Х это я первое слагаемое по частям проинтегрировал и скомбинировал с последним плюс И фи с двумя точками на дельта фи по ДТ и вот вариационная производная дельта С по дельта Х равенствуя 0 это одно уравнение движения а вот это вариационная производная дельта С по дельта Фи равенствуя 0 это второе уравнение потому что помните мы дельта С приравниваем 0 при произвольных дельта Х от Т и дельта Фи от Т и уравнение движения по Фи оно сводится к тому что по Фи констант момент Фи это то же самое что момент импульса вы знаете наверное что вообще на импульс по углу это момент импульса если не знаете то видно в данном случае что угловая скорость умножить на момент инерции вам это знакомо как момент импульса так все понятно обратите внимание тут я в условиях это забыл написать но по хорошему надо еще отмечать закон о сохранении это то что можно делать сразу по крайней мере вот такие вот циклические координаты значит закон о сохранении Пфи равно констант это поскольку ДЛ по ДФи равно нулю из-за этого следует что Пфи равно констант и кроме того у нас ДЛ по ДТ равно нулю здесь среди аргументов времени нет явно нет конечно скорость и координаты через время зависят от времени но время как от независимого аргумента функции Лагранжи отсутствуют и помните мы у нас на лекции было что из этого следует что если нет внешних сил или от времени не зависит то энергия сохранения так значит E равно констант а что такое E мы еще не напишем ну давайте напишем E это Px умножить на x точкой плюс Пфи умножить на фи точкой минус L Px на x точкой плюс Пфи на x точкой это будет удвоенная кинетическая энергия из удвоенной кинетической энергии вычисто вот эта кинетическая энергия и у нас останется уже как и должно быть кинетическая энергия плюс потенциальная Mg Px на синус понятно что мы могли эту энергию сразу написать как и кинетическая плюс потенциальная но на всякий случай вот я расписал вот стандартная формула как она выражается через функцию Lagrange Px это dl по dx с точкой Pфи это dl по dфи с точкой и лишний раз убедились обратите внимание что здесь вот производная обобщенная импульса на соответствующую скорость это надо здесь по всем обобщенным координатам пройтись две обобщенные координаты здесь два слагаемых ну или один раз вычитается потому что бывает как ни странно типичная ошибка когда пытаются для каждой степени свободы свою энергия в данном случае конечно так можно потому что смотрите у нас функция Lagrange разбивается на два слагаемых одна один кусок только от x зависит а другой кусок только от x зависит и здесь эти степени свободы видите между собой не взаимодействуют независимый x независимый x но вообще говоря в общем случае так не будет то есть тут что значит по определению никак не зависит друг от друга вообще говоря если бы у нас было скажем колесо несимметричное то оно бы так хорошо не так секундочку но если бы у нас скажем потенциальная энергия зависела сразу от двух координат то нельзя было бы написать то одна степень свободы каждая степень свобода независимо эволюционирует то есть в данном случае это у нас переменные разделяются и у нас идет отдельное вращение отдельно скольжение в общем случае это не так но у нас будут еще разные примеры вот будем решать пятую задачу посмотрим а теперь давайте решим пункт б значит задача 2 б а в пункте б нам предлагают взять пункт а нос взять колесо катящееся без проскальзов и методом множителей лагранжа исключить лишние степени свободы значит если колесо катится без проскальзов то мы можем наложить связь ну понятно у нас угол поворота прямо пропорционален смещению по x понятно то есть и равно x поделить на r или ту же самую связь мы можем написать не между координатами а между скоростью мы можем написать что пи с точкой равно x точкой поделить это и то и другое и то и другое отсутствие раскальзов то у нас было абсолютно гладкая плоскость теперь она абсолютно шершава постелили на плоскость наждак и наше колесо не проскальзов сейчас вы правы мы можем от этой степени свободы избавить просто я хочу продемонстрировать как это делается методом множителей лограмм могут могут можно наложить связь конечно это так называемая голономная связь которая позволяет от одной степени свободы избавиться так что вы правы но я хочу это продемонстрировать на языке сначала на языке условных и вот я пишу f1 xp равно и минус x на r равно 0 или f2 от f с точкой x с точкой равно f с точкой минус x с точкой на r равно 0 вот наша связь и как значит мы искали в исходной задаче в пункте а уравнение движения искали стационарную точку это x и f независим а мы можем теперь искать условную стационарную точку как условный экстремум но только мы не смотрим это минимум максимум седло условная стационарная точка понятно то есть мы будем искать стационарную точку s при наложении одной из этих связей либо это либо это они вы видите равна равна седло видно и как мы делали как мы ищем условно экстремум в метанале значит f скажем от x y экстремум от x и f от x y при условии f от x y равно нулю как мы это ищем мы вводим функцию g от x y лямбда которая имеет вид f от x y плюс лямбда на f маленькая от x и ищем экстремум по x y и лямбда ну не экстремум а точнее стационарную точку мидло у нас тоже понятно соответствует это тому что нам это не уже рассказали вот в частности продифференцируем по лямбду приравняем эту производную нулю и получим как раз f от x y равно мотивировать вам метод множители лагранжи надо не надо замечать значит соответственно теперь мы сделаем так же у нас теперь s от x от t и от t и лямбда от t почему лямбда тоже зависит от времени потому что вообще говоря вот эта связь накладывается во все моменты времени так что с точки зрения мотана мы накладываем бесконечно много связей каждый момент времени связи поэтому и лямбда тоже зависит от t понятно то есть тут у нас будет в некотором смысле бесконечное множество функций множителей лагранжа в каждый момент времени свой множитель лагранжа а все вместе они обнаруживают функцию лямбда и вот тут у нас под интегралом что стоит ну наш старый лагранжан плюс лямбда на х минус х от r умножить интеграл под вот видите пока что мы вместо того накладывая связь получили не вместо двух степеней свободы не одну а три степени свободы х фи и лямбда лямбда точно такой же равноправный аргумент в новом действии ну давайте я здесь букву напишу св связь это действие с наложенной связью и теперь мы это дело варьируем варьируем по всем трем степеням свободы так что дельта с со связью равно интеграл от т0 до т1 так mx точкой дельта x точкой плюс i фи с точкой дельта фи с точкой плюс mg на синус альфа на дельта x плюс пи минус x на r на дельта лямбда плюс лямбда на дельта фи минус x на r на дельта лямбда погодите лямбда Тогда на R на дельта X. Интернерал по дельту X. Ну, опять-таки, первые два слагаемых по частям. Граничный член я снова не пишу. И что у нас остается? Минус M G X точкой Ой, что я пишу? Извините. М X минус M X двумя точками плюс M G на синус альф минус лямбда поделить на R на дельта X. плюс минус M и с двумя точками плюс лямбда. на дельта P плюс и минус X на R А, конечно, спасибо, это я описался. И вот у нас три уравнения движения. Одно из них связь. Два других, видите, они отличаются от прежних появлением вот добавки. Давайте их немножко решим. Давайте воспользуемся так воспользуемся вот этим связью, чтобы исключить И так у нас система. M X двумя точками равно M G минус альфа минус лямбда на R и на FI с двумя точками равно лямбда. Обратите внимание, лямбда имеет свой физический смысл. это момент силы. Видно, что это момент силы? Вот из этого уравнения видно. И FI равно X на R. Вот системка. Ну, из последнего уравнения извлекаем то FI с двумя точками равно X с двумя точками на R. R у нас константа. Соответственно, из первых двух уравнений извлекаем I X с двумя точками на R равно лямбда. вот лямбду выразили. Ну и теперь из вот выразив лямбду можем подставить ее в первом уравне. И получаем M на X с двумя точками равно M G на синус альфа минус I на X с двумя точками поделить на R в квадрате. Одно R здесь, а другое X здесь. Ну и мы можем перенести, поскольку X с двумя точками слева и справа, давайте его перенесем влево, и мы получим M плюс I на R в квадрате на X с двумя точками равно M G на синус альфа. Ну, вы видите результат какой получился. эффективно наше колесо стало как будто тяжелее. Видите, слева к массе добавилось I на R в квадрате. Тоже имеет размерность массы. Ну, а сила осталась прежней. Я думаю, понятно, что если бы мы использовали эту связь, результат был бы подвесен. Видно? И, в общем, вы правы. мы могли воспользоваться этой связью с самого начала, взять наше действие и подставить в него с самого начала вместо FI и X на R. И написать S от, извините, S от X от T равно интеграл от T0 до T1 M X точкой в квадрате пополам плюс I X точкой на R в квадрате пополам вот это и FI с точкой в квадрате пополам выраженной через X точкой плюс M G X на синус альфа по DT. Ну и вы понимаете, что в этом случае дельта S равно интеграл T0 до T1 M M плюс I на R в квадрате так X точкой на дельта X плюс M G на синус альфа на X извините, на дельта X по DT вот это у нас PX PX изменился ой, извините, вот это вот PX теперь, видите, там уже вместо массы другой а вот это FX одна степень свободы ну и понятно, что у нас после интегрирования по частям остается M плюс I на R в квадрате X двумя точками плюс M G с минусом M G на синус альфа все это на дельта X от T по DT и вот дельта S по дельта X уже после для нового действия после исключения связи т то понятно т значит вот это машинерия с использованием множителей Lagrange это вот должно должен быть такой рабочий инструмент. И мы им будем пользоваться на следующей лекции, поэтому вот сейчас я вас с ним знакомлю предварительно, чтобы потом этим можно было пользоваться. Так. Вопросы по задаче 2 пункта А, Б. Переварили? И еще раз повторю, если связь позволяет исключить координату, как вот здесь, мы от координаты Фи избавились, осталось только такая связь называется голоном. Но бывают еще и неголономные связи, когда вот типа тонкое колесо катится по плоскости. Когда исключить одну из координат не получается. Потому что, когда, скажем, тонкое колесо катится по плоскости, то оказывается, что количество мгновенных степеней свободы от количества степеней свободы глобально отличается. И исключить лишнюю степень свободы связь вроде есть, но не получается. Но с неголономными связями, вообще говоря, работать умеет не очень хорошо, поэтому ну, про них не вкли. Не потому, что они не важны, а потому, что с ними работать. Итак, дальше у нас еще полсеминара осталось на такую замечательную задачу, как задача номер 5. перейдем на новые листы там и там. Задача 5. Полярные координаты и центробежная сила. ну, начнем мы тривиального. Начнем мы с ситуации частицы на плоскости. тут у нас даже свободная часть. Ни с кем не взаимодействует. И тогда у нас, ну, давайте сразу действие напишу. s можно написать r от c, имея в виду, что r – это двумерный вектор. Компонентами x и y. Можно вместо этого записать s x от c y от t. Это тоже самое. и будет здесь интеграл от t0 до t1. Можно написать m r с точкой в квадрате со стрелочкой с точкой пополам по dt. Все, кинетической энергии нет никакой при лице. Или, если хотите, можно написать от t0 до t1 то же самое по компонентам. m x с точкой в квадрате пополам плюс m y с точкой в квадрате пополам. Вот это. Ну, как вы понимаете, здесь все тривиально. Свободная частица прет в постоянную скорость и все. Понятно? Обе координаты x и y циклические. Видите, x точка и y с точкой присутствуют, а без точки нет. Импульс по обоим осям сохраняется. От времени явной зависимости функции Лагранжа нет. Энергия сохраняется. Все просто и тривиально. Если написать дельта s, то можно написать так. Интеграл t0 до t1. m r с точкой на дельта r с точкой dt проинтегрировать по частям m r с точкой t p со стрелочкой, проинтегрировать по частям и получить минус m r с двумя точками дельта r от t по dt. Вот это дельта s по дельта r со стрелочкой. А можно ровно то же самое расписать по x и по y от t0 до t один интеграл m x с точкой дельта x с точкой плюс m y с точкой дельта y с точкой по dt. Здесь у нас p x здесь у нас p y после интегрирования по частям минус m x с двумя точками дельта r минус m y с двумя точками дельта y по dt вот вариационная производная дельта s по дельта x вот вариационная производная дельта s по дельта y ну я тут видите все тривиально я только вот не поленился выписал один раз по компоненту один раз на языке вектор то есть видите можно варьировать по векторному аргументу а можно по компоненту пока все понятно все триви и соответственно в данном случае энергия равна l равно m r с точкой в квадрате пополам равно m x с точкой в квадрате плюс y с точкой в квадрате пополам ну просто кинетическое и в декартовых координатах все скучно ими а теперь мы переходим уже к интересному к полярному значит в полярных координатах x это r на косинус фи y это r на фи давайте нарисуем картинку и отчитывается от x против часовой стрелки все ясно и значит как нам теперь переписать все в новых координатах но нам надо прежнюю функцию лаграна переписать в новых координатах значит у нас тут самое интересное квадрат скорости как переписать все остальное понятно квадрат скорости как переписать в новых координатах x с точкой в квадрате плюс y с точкой в квадрате dx по dt в квадрате плюс dy по dt в квадрате Можно написать так. dx в квадрате плюс dy в квадрате поделить на dt в квадрате. А dx в квадрате плюс dy в квадрате это элемент длины в квадрате. Ну, понятно. Квадрат скорости по модулю это пройденный путь, производная паха. L, расстояние вдоль траектории, это и есть пройденный путь. DL, превращение пройденного путь. И вот давайте кислителем займем. DL в квадрате имеется в виду, разумеется, квадрат дифференциала, а не дифференциал квадрата. Это dx в квадрате плюс dy в квадрате. Ну, а что такое dx в dy? мы можем расписать отсюда. dx равно dr на косинус фи минус r синус фи на dфи. dy равно dr на синус фи плюс r косинус фи на dфи. Ну, и мы эти дифференциалы возводим в квадрат и подставляем сюда. То есть, понимаете, мы переписываем элемент длины уже не через dx, dy, а через dr, dфи. Так что dL в квадрате равно dr в квадрате на косинус в квадрате фи плюс r в квадрате на синус в квадрате фи на dфи в квадрате минус 2r dr косинус фи на синус фи на dфи. Это я выписал dx в квадрате. Плюс dr в квадрате на синус в квадрате фи плюс r в квадрате на косинус в квадрате фи на dфи плюс 2r dr на синус фи на косинус фи на dфи. Ну, и мы видим, что перекрестные члены сокращаются. Здесь у нас, вы видите, и здесь, и здесь синус в квадрате плюс косинус в квадрате получается. И остается вот такое выражение. dr в квадрате плюс r в квадрате на dфи в квадрате. Вот оно, dL в квадрате в новых переносах. Перекрестные члены отсутствуют. Но, вообще говоря, можно было вот это выражение для dL в квадрате написать сразу, если внимательно посмотреть на рисунок. Потому что смотрим. Если мы сдвигаемся по r, вот мы сдвигаемся на dR. Вот такой выражение. Если мы сдвигаемся по фи, то мы сдвигаемся вдоль окружной на расстоянии r dфи. Немножко этими двумя сдвигами прямой ухо. Ну и по теореме Папагора, суммарный сдвиг dr в квадрате плюс r dфи в квадрате. Ровно здесь это мы и получили. То есть отсутствие перекрестного члена в ответе означает то, что вот сдвиги по r и пафе... Понятно? То есть здесь-то и в лоб посчитать недолго. Ну, скажем, для сферических координат, там уже выколки будут более длинные. Но ответ при наличии соответствующего пространственного воображения, опять-таки, там можно сразу записать из геометрических соображений. Ну, конечно, если вот у вас геометрической интуиции не хватает, в лоб всегда можно пройти. И вот что я хочу обратить внимание. Вот пусть x и т это x и y, x и т со штрихом это r и. Старая координата новойка. Вот это g и т, g и т, d и x и т по d x и т по повторяющимся индексам суммы. И g и т, g и т это единичная матрица. Видно, что если взять единичную матрицу, то вот эта свертка даст нам g и т, g и т равно дельта и т, g и т, единичная матрица. А здесь мы можем написать аналогично g и штрих, g штрих, dx и штрих, dx, g штрих. Тоже квадратичная форма, только уже не по дифференциалам старых координат, а по дифференциалам новых координат. И здесь g и штрих, g штрих, это матрица с компонентами 1, 0, 0, r в квадрате. Понятно ли почему? Коэффициент при dr в квадрате, коэффициент при df в квадрате, коэффициент при r, df и dr. Видно? Если бы был перекрестный член, то надо было бы его поделить пополам и половинку сюда, половинку сюда. То, что матрица в квадратичной форме принято писать симметрично. Так что мы сейчас не просто преобразовали элемент длины, мы еще и метрический тензор преобразовали. То есть можно было не писать вот тот закон преобразования тензора применительно к метрическому тензору. Можно, но не обязательно. Тут проще, видите, расписать элемент длины, исходя из того, что он инвариантен, он скаляр. Видите? Метрический тендер сворачивается двумя векторами. Берется скалярный квадрат вектора dx. Он на той скалярный, что он инвариантен. Ну и теперь давайте туда снова перейдем. Соответственно, dl в квадрате это g и штрих g штрих dx и t со штрихом dx житная со штрихом. r с точкой в квадрате это g и t штрих g штрих, x и t штрих с точкой, x житная со штрих с точкой. Ну, в общем-то, это dl в квадрате, как я уже писал, поделить на dt в квадрате. Поделили на dt оба этих dx и получили x с точкой. И, соответственно, это в старой системе координат вот это, а в новой системе координат r с точкой в квадрате плюс r в квадрате, φ с точкой в квадрате. Обобщенные скорости образуют вектор x с точкой. Кстати, в старой системе координат декартов можно было говорить про радиус вектор. В новой системе координат про радиус вектор лучше не говорить, потому что r, φ. Потому что, понимаете, если вы положите r1, φ1 и r2, φ2, вы не получите сумму двух радиус векторов. Видно? Поэтому, ну и, соответственно, теперь наше действие, аргументы которого r от t, φ, имеет вид. Интеграл m, r с точкой в квадрате пополам плюс m, r в квадрате и с точкой в квадрате пополам по dt. Это 0 до t1. Это по-прежнему кинетическая энергия частицы, но уже в полярных координатах. Ну, давайте варьировать. Δs равно... Варьируем, как обычно, по тем степеням свободы. m, r с точкой на дельта r с точкой плюс m, r в квадрате, φ с точкой на дельта φ с точкой. Вот это... Кстати, кто забыл, m, r в квадрате – это момент инерции, это очень честно. Вот это... Это у нас p, r. А это у нас p, φ. И... И, как вы видите, опять p, φ – это момент импульса. Так что, если хотите, можно написать l, z. Момент импульса p, z, раз у нас пускай, x, z. Я момент импульса обозначаю буквой l, ну, чтобы было как квантовый механизм. А, ну, хорошо, значит. Вам это уже привычено. И по частям. Только не забывайте, что в предыдущей задаче у нас для колеса момент инерции был констант. Колесо было абсолютно твердое. А здесь момент инерции, m, r в квадрате, не констант. r от времени зависит. Так что, сейчас, когда я интегрирую по частям, первым слагаемым по-прежнему минус m, r с двумя точками на дельта r, а вот во втором слагаемом я напишу так, минус d по dt от m, r в квадрате, φ с точкой на дельта 7. Под производную попал вот весь этот множитель, весь множитель п, φ. И когда мы дифференцируем, то надо учитывать, что не только f с точкой, но и r от времени зависит. Так что, вот это дельта s по дельта r, а вот это дельта s по дельта φ. Так, что я забыл? А я кое-что забыл. Я ведь забыл проварьировать второе слагаемое по r. Так что, еще плюс m, r на φ с точкой в квадрате на дельта r. Так что, здесь, давайте, плюс m, r на φ с точкой в квадрате на дельта r, минус d по dt, m, r в квадрате, φ с точкой на дельта. d по dt. Так что, дельта s по дельта r, вот видите, здесь появился еще один член, связанный с дифференцированием киенетической энергии угловой по r. Ну, а дельта s по дельта φ, ну, видите, дельта s по дельта φ, это закон сохранения момента. Видите? Вот это вот выражение, это ведь lz и производная от lz по времени равна нулю. Это сохранение момента импульса. Так и должно быть, потому что, смотрите, у нас и циклическая координата, но r не циклическая. И если мы запишем теперь наше уравнение движения, m, r с двумя точками равно m, r, φ с точкой в квадрате, и d по dt от m, r в квадрате и с точкой равно нулю. То вот закон сохранения момента импульса. И здесь, видите, справа получилось, что масса на радиус на квадрат угловой скорости. Поэтому я говорю, центробежная сила. Видите? И давайте вспомним предыдущее уравнение движения. Я здесь везде слева написал производную от обобщенного импульса по времени, а справа везде написал обобщенную силу. И вот тут вы можете вспомнить то, что я вам говорил, на лекции про то, что обобщенная сила не является тензором вообще. Потому что fx, fy, fr, fc. Обобщенная сила 0 в декартовых координатах. Если бы это был тензор, то если тензор равен нулю в одной системе координат, то он равен нулю в любой другой. Потому что закон прообразование для тензора линейный. Помните? Перезматрицу и координат. А раз здесь 0, здесь не 0. Вот явная иллюстрация к тому, что f не тензор. Но могу уточнить по отношению к нелинейным преобразованию. Если ограничиться линейными преобразованиями, то он будет себя вести как хороший ко-вектор. Потому что, помните, вот нетензорная добавка включала вторые производные от одних координат по другим. Поэтому для линейных преобразований это добавка. Далее. Значит, здесь у нас px равно m на x точкой, py равно m на y точку. Или, если хотите, p вектор равно m на r с точкой. И, казалось бы, вот. Вот у нас есть pr. Это m на r с точкой. Почему я здесь написал r сверху? Я написал r сверху, потому что я умножаю массу на скорость. Скорость – это вектор. У скорости индекс сверху. Как у всякого вектора. У нас такое соглашение. Поэтому я пишу. И pf сверху – это m на φ с точкой. И обратите внимание. Вот. pr, pf. Обобщенный импульс. pr совпадает? А pf не совпадает. Здесь mr в квадрате на φ, а здесь m на φ с точкой. А здесь просто m на φ. Но здесь у нас компоненты вектор. Если вы вспомните лекцию, то я вам говорил, что обобщенный импульс – это компоненты ковектора. тогда для вас это было абстрактно. А сейчас можно это пощупать. Потому что как из вектора получить ковектор? p и со штрихом равно g и со штрихом, g со штрихом, p, g со штрихом. По g сумма. Здесь у нас матрица 1, 0, 0, r в квадрате и штрих, g штрих. Здесь у нас столбец m, r с точкой, m и с точкой. Смx, mg. Ну, в данном случае у нас просто матрица действует на столбец и получается первая строчка m, r с точкой, вторая m, r в квадрате на х с точкой. Здесь уже нумерация идет с помощью индекса и штрих. Только давайте лучше я этот индекс g штрих сверху напишу, поскольку это 1 снизу, потому что это ковектор. Видите? Индекс опустили, подействовали матрицы метрического тензора на вектор как столбец и получили уже ковектор как столбец. И у ковектора как раз те самые компоненты, которые были у обобщенных импульсов. То есть да, по-прежнему то в одной системе координат, то в другой импульс – это масса умножить на скорость. Только чтобы получить обобщенный импульс, надо индекс опустить. Надо работать не с векторами, а с ковектора. То есть если вы хотите написать x точкой с нижним индексом, то это будет r с точкой r в квадрате и f с точкой. А x с точкой с верхним индексом это будет r с точкой и f с точкой без каких бы то ни было умножить. По-простому. На что я прошу тут обратить внимание? первое, мы чтобы переехали тут для свободной частицы, что декартовы координаты, что полярные, особой разницы нет. Но если мы будем добавим еще центральную силу, потенциал, зависящий только от расстояния, тогда будет сила направлена по радиусу. И тогда уже будет предпочтительно работать в полярных координатах. Потому что когда мы добавили центральную силу, то px, py сохраняться перестали. Но в полярных координатах φ останется эклической координатой и pφ сохранение момента импульса останется. Поэтому предпочтительнее, если добавить центральную силу, то полярные координаты предпочтительнее. То есть взять и из Лагранжана вычесть u от r. Где r это корень квадрата из x квадрата плюс y квадрата. И тут уже полярные координаты предпочтительнее. И обратите внимание, что вот на эту выкладку. То есть мы тем самым переписали квадрат элемента длины, но аналогично квадрат скорости из декартовых координат в полярные. Идея простая. Вот расписываем через дифференциалы координат, дифференциалы координат выражаем через дифференциалы новых координат. И получаем попутно новый метрический тензор. Это матрица соответствующей квадратичной формы. Ну, разумеется, эта матрица зависит от того, как вы пронумеровали координаты. Вот эта нумерация соответствует какая координата первая, какая вторая. Первая r, вторая это φ. Это видно, что эту единишку мы взяли первую, r в квадрате взяли вторую. И метрический тензор, он может потом использоваться и для других целей, для подсчета любых скалярных квадратов. Так, обратный метрический тензор понятно какой? С верхней метрической. Ну, надо эту матрицу обратить, ну, диагональную матрицу обращать просто. 1, 0, 0, r, минус 2. Согласно? То есть, обратный метрический тензор может понадобиться, чтобы поднимать индекс. Или, чтобы считать скалярный квадрат ковектор. Потому что, если вы захотите считать скалярный квадрат скорости, надо будет использовать этот метрический тензор. А если вы захотите считать скалярный квадрат импульса, надо будет брать этот обратный метрический тензор. Понятно? И дальше мы убедились, что сила это действительно не тензор. Было 0, стало не 0. Все. Этого контрпримера достаточно, чтобы опровергнуть утверждение, что это тензор. И убедились, ну, правда, тут примера недостаточно, чтобы доказать, примером можно проиллюстрировать, то импульс это ко-вектор. Тот обобщенный импульс, про который говорят в лаграджевом нормализме, образует ко-вектор. Так, далее, давайте тут у нас еще есть, так, давайте здесь перейдем на следующую страничку, пункт В. Пункт В, пункт В, они однотипы. Ну, давайте возьмем, то есть в пункте В нам предлагают наложить связь с точкой омега Т, но обратите внимание, связь может зависеть от времени. Предыдущая задача у нас связь от времени не зависела, а здесь она от времени не зависит. но все равно мы можем эту связь наложить. давайте какой вариант возьмем? Давайте возьмем вариант В. Значит, R со связью, аргумент R от T, P от T, лямбда, пишем интеграл от T0 до T1 mR с точкой в квадрате пополам плюс mR в квадрате с точкой в квадрате пополам плюс лямбда с точкой минус Омега. Интеграл по ДТ. Дельта S со связями это что? Это интеграл от T0 до T1 mR с точкой на дельта R с точкой плюс mR с точкой в квадрате на дельта R плюс mR в квадрате с точкой на дельта F плюс F с точкой минус Омега на дельта лямбда м? Сейчас вам переговорили или это суда? Да, спасибо. Плюс лямбда на дельта F с точкой минус лямбда А, нет, Омега варьировать не надо, Омега констант. Все. по дельта Обратите внимание, лямбда добавилась к обобщенному импульсу по фи. Видите, дель по дельта теперь включает не только вот это слога, но и лямбда. Ну и дальше по частям и получаем интеграл от 0 до T1 минус мр с двумя точками плюс мр с точкой в квадрате на дельта р плюс минус д по дт мр квадрате с точкой плюс лямбда на дельта фи. Это вот вот это слагаемое вместе с последним мы проинтегрировали по частям плюс с точкой минус омега на дельта лямбда по дт. Ну и вот наша система уравнена. Мр с двумя точками равно м р на фи с точкой в квадрате д по дт от мр в квадрате на фи с точкой минус лямбда равно нулю фи с точкой равно м ну что такомик ну тут из второго уравнения мы получаем лямбда равно мр в квадрате на фи с точкой плюс константа все возможно а скоро а извините тогда тогда еще знак не спасибо фи с точкой и с точкой подставляем в первое уравнение получаем мр в квадрате р с двумя точками измените равно мр на омега в квадрате ну и вот собственно вот это остается плюс а по фи по фи неинтересно фи равно омега т плюс константа понятно но в общем мы могли конечно это опять-таки голономная связь хотя она зависит от времени она все равно голономная то имеется ввиду можно эту связь уже в действии наложить и оставить одну степень суммы s от r от t равно интеграл от t0 до t1 m r с точкой в квадрате пополам плюс m r в квадрате омега в квадрате пополам по dt и здесь уже дельта s равно интеграл t0 dt1 m r с точкой дельта r с точкой плюс m омега в квадрате r на дельта r интеграл по dt интегрируем по частям и получаем минус m r с двумя точками плюс m омега в квадрате на r на дельта r от t по dt вот наше новое уравнение движение дельта s по дельта r то есть здесь мы получаем смотрим мы получаем то же самое уравнение движения которое было когда мы наложили связь и исключили и лямбда ну что мы получили мы получили связь что фиксирована угловая скорость то есть можно сказать наша частица нанизана на некую проволоку и эта проволока вращается в фиксированную угловой скорость представили себе то есть есть рельс по рельсе скользит наш частиц рельс вращается постоянной угловой скоростью вокруг точки которая расположена на самом рельсе то есть вращение проходит через эту примену которая скользит частиц вот собственно разобрались мы можем обсудить немножко особенности дифференцирования векторов или ко-векторов если у нас есть метрический тензор то вектор и ко-вектор это разные представления одного и того ну давайте здесь вот добавим страничку и напишем p со стрелочкой равно так еитая со стрелочкой на пиитая или еитая со стрелочкой с нижним так извините наоборот с верхним на пиитая с нижним то есть здесь мы вектор p разложили вот как вектор видите пиитая это компоненты век а еитая с нижним индексом это базисный вектор номер и а здесь p иитая с нижним индексом это компоненты ко-вектор а еитая с верхним индексом это базисный ко-вектор номер они вообще-то различаются но если у нас есть метрический тензор то мы можем считать что это два разных базис по которым и можно разложить импульс по одному базису либо по другому а потому что мы смотрим вот здесь индекс сверху это компоненты вектор значит это базисный вектор а это индекс снизу значит это компоненты ко-вектор значит это базисный ко-вектор можно сказать что базисный вектор и базисный ко-вектор это два разных базиса для одного и того же а их можно поднимать и опускать с помощью метрического тэма. То есть вот в линейной алгебре, помните, был прямой базис и был как-то взаимный или обратный? Помните, как он там правильно, взаимный или обратный? Если у вас не артенормированный базис, то есть прямой базис, а есть, как там его второй базис называют? В общем, если взять калярное произведение ЕИТЭ на ЕЖИТЭ, то будет Дельта и ИТЭ-ЖИТЭ, компонент единичной матрицы. То есть вот это прямой базис, а это то ли обратный, то ли взаимный. Биорстагональная? Ну, пусть будет Биорстагональная. Хорошо, вас это устраивает. Так вот, когда мы пишем ДП, закон хранения импульса, ДП по ДТ равно нулю, то вообще говоря, дифференцировать надо и это, и это, или и это, и это. Потому что у нас в каждой точке свой базис. Возвращаемся к картинке. Х и у. Вот базисный вектор ЕР, вот он направлен по радиусу, имеет единичную длину. Базисный вектор ЕФИ, он направлен по кругу, имеет длину Р. Откуда мы это видим? Потому что, смотрите, так, столярное произведение А на Б. С одной стороны это ЖИТ, ЖИТ, АИТ, АЖИТ. А с другой стороны, давайте распишем, это Е на БЖИТ. Извините. С другой стороны, ЕИТ на АИТ, ЕЖИТ на БЖИТ. Расписали сомножители через компоненты. Вот так вот. И выносим компоненты за скобки. Остается ЕИТ на ЕЖИТ, АИТ на БЖИТ. И сравниваем одно с другим. ЖИТ, ЖИТ это матрица скалярных произведений, матрица грамма. Так что, если у нас эта матрица имеет вид вот такой в полярных координатах, то это значит, что по радиусу вектор единичный, а по углу вектор имеет квадрат Р в квадрате, длину Р. Вот это я попытался нарисовать. направлены они в какую сторону? В ту сторону, куда растет соответствующая координата, когда остальные фиксируют. то есть Р по радиусу, ФИ вот по кругу. ЕФИ. Так что в каждой точке у нас свой базис. И если частица движется, то в каждый следующий момент времени ее импульс разложен по другому базису. То есть получается, что у нас П от Т это будет ЕИТ от Х, АХ зависит от Т совокупленный на ПИТ от Т. И дифференцировать надо и то, и другое. Поэтому, если мы пишем ДП по ДТ ДПДТ ну давайте какой вектор запишем? ЕИТ на ПИТ равно значит ЕИТ на ДПИТ ПДТ плюс ПИТ ДЕИТ по ДХЖТ потому что Е зависит от Х а Х в твоей очереди зависит от Т на ДХЖТ ПДТ вот второе слагаемое это производное от Е по времени вдоль траектории частиц и что мы видим? Если мы захотим вот это дело расписать в виде Е К ДП ПКТ по ДТ тут я написал видите разложение этой штуки по базисным по векторам только я написал производную от ПКТ с дифференциалом Д большой что это означает? это дифференциал Д большой берется с учетом того, что вот мы базисный вектор тоже дифференцирован то как это найти? ДПКТ по ДТ надо взять скалярное произведение Е КТ с нижним на ДП вектор по ДТ и что мы получим? Первым слагаемом мы получим Дельта ИТ КТ ДП ИТ по ДТ это вот ЕИТ на ЕКТ дало Дельта С плюс ПИТ а здесь скалярное произведение ДЕИТ по ДХ ЖТ на ЕКТ на Х ЖТ ну и первое слагаемое дало ДПКТ по ДТ сумме ПИ выжал только индекс КДИ равно К а здесь плюс П ну давайте вот так наобозначим минус ПИТ гамма ИТ секундочку КТ ЖТ на Х точкой ЖТ потому что вот эту вот слуку принято обозначать минус гамма И К ЖТ и вот это тензор это не тензор это тензор и это тензор все вместе не тензор потому что чтобы получить в сумме тензора раз первое слагаемое не тензор второе тоже не тензор а раз во втором слагаемом из трех множителей два тензора то значит вот эта гамма не тензор вот эта штука это ковариантная производная от ковектора но видите ковариантная производная от ковектора она включает в себя вот эти вот штуки гамма которые называются коэффициентами связанности, которые с точки зрения того, что несут индексы, похожи на тензор. Но тензор мне не является. Но вот я это сейчас показал не для того, чтобы вы это учили и запоминали. Хотя в дополнениях к конспекту это есть. Я это показал, чтобы просто продемонстрировать, что просто так взять и продифференцировать вектор по компонентам не всегда можно. Только в линейных координатах, когда в каждой точке байс один и тот же, в криволинейных координатах так нельзя. Можно, если это надо сделать, то тут два пути. Один взять и расписать, как там дифференцируется базисный вектор и координат. Вычислить вот эти криптенции связанности и использовать кавриатную призву. Но есть второй путь, который для нас проще, которым мы будем пользоваться. Мы вместо этого возвращаемся к действию, переписываем действия в новых уже криволинейных координатах и заново его варьируем. И при этом мы вместо того, чтобы расписывать кавриатной производной и думать о том, как дифференцируется базисный вектор, мы сразу получаем уравнение движения, пусть и не совсем в тензорном виде, но зато в новых криволинейных координатах и не заботимся о преобразовании этих производных от векторов, ко векторов и поворачивающих конзоров. Понятно? То есть это вот не столько для того, чтобы вы этим пользовались, сколько вы чтобы вы знали, условно говоря, что здесь водятся драконы. Если хотите, можете этих драконов укращать, читать дополнение к конспекту, ходить на факультатив, пожалуйста. Если не хотите, вот вам простой обходной путь. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok